Новый этап избирательной кампании. В Беларуси проходит процедура регистрации кандидатов депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси и депутатов местных советов. 16 по 30 января члены окружных и территориальных избирательных комиссий проверят поступившие документы на предмет соответствия требованиям избирательного кодекса страны и примут решение о регистрации кандидатов депутаты. Отдать свой голос за того или иного кандидата беларусы смогут уже 25 февраля в единый день голосования. Все особенности нынешней избирательной кампании гражданам разъясняются в рамках информационно-просветительской работы. Как она проводится в Пинском районе, расскажут мои коллеги. Информационно-просветительский марафон «Выбирай бай», который проходит в Пинском районе, рассчитан на молодежь, целевая аудитория, совершеннолетние, учащиеся колледжи и те, кто трудится в хозяйствах и на предприятиях района. В этот раз участники информационной группы встретились с молодежью открытого акционерного общества «Плещицы». Из 285 работников 45 – это молодые люди до 31 года, те, кто уже сегодня формирует будущее Беларуси. Те, кто пошел в сельское хозяйство, не могут стать сторонки. Все за родину, все за единую цель, все за процветание. Данные встречи нам очень нужны, потому что у нас вступила новая избирательная кампания, были изменения в 2022 году, и не все знают нюансы. Об особенностях проведения единого дня голосования, во время которого белорусы выберут депутатов всех уровней от сельских советов до палаты представителей национального собрания, участникам встречи рассказывает заместитель председателя Пинского районного молодежного парламента Владимира Пинчук. Он – один из двух молодых жителей Брестской области, кто удостоен чести представлять первый регион в молодежном совете при Центре избиркоме. Выбор сделан не случайно. У нас Владимир Рапинчук, он автор многочисленных инициатив, одна из которых – это как раз-таки монумент победы. Он активист молодежного парламента, он педагог по образованию, тот человек, который может говорить, разъяснять, убеждать, рассказывать. И самое важное, что он может делать это на одной волне с молодежью, то есть он близок к той аудитории, на которую он нацелен. Встречаемся с работающей молодежью, учащейся молодежью и рассказываем им о особенностях проведения выборов в единый день голосования. Электоральная компания ближайшая, скажем так, новая для нас, поэтому и молодежь очень активно интересуется этой компанией, и наша миссия – это их просветить. Молодежный совет при Центре избиркоме Беларуси был создан в прошлом году. В его составе 19 молодых людей со всей страны. Их миссия – информировать и просвещать, чтобы уже 25 февраля каждый из присутствующих высказал свою гражданскую позицию. Сейчас такие встречи проходят на Пинчине, а в ближайшее время спикер отправится на встречи с избирателями в соседние районы.